Добрый вечер на РБК, региональный блок новостей. Мы вещаем из отеля Шаратон Блаза, в студии Правиль Ватолин. Итак, одобрены во втором и третьем чтениях законопроект об отмене комиссии при оплате коммунальных услуг. Назвали компромиссным об этом РБК ОФА, сообщил депутат Государственной Думы и глава исполкома Единой России Александр Сидякин. Инициатива появилась в 2020 году и была принята в первом чтении. Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ подготовил поправки ко второй редакции законопроекта, который изначально предполагал полный запрет взымать комиссии при оплате коммуналки для всех граждан. Его авторами выступила группа депутатов Единой России во главе со спикером Вячеславом Володиным. Судя по дальнейшим поправкам, инициативу решили смягчить. В частности, теперь платежный агент, то есть банк или иная организация, через которую принимается оплата, не будет иметь право взымать вознаграждение за оплату ЖКХ физлицами, которые нуждаются в социальной поддержке. Перечень льготных групп, которые будут освобождены от комиссионных платежей, определят после одобрения Советом Федерации и президентом. По словам Александра Сидякина, во время рассмотрения первой редакции категорически против полной отмены комиссии было банковское сообщество. Но в итоге найден компромисс. Договорились о том, что все-таки социальная политика должна иметь адресный характер, и вот адресность должна быть главной составляющей при принятии такого решения. Конечно, всегда с одной стороны есть те, кто хотят по максимуму, а с другой стороны есть люди, которые этому максимуму сопротивляются. Кроме того, из законопроекта перед голосованием вывели инфраструктуру Почта России. При оплате через нее комиссию сохранят. Дело в том, что процедура офлайн требует повышенных операционных усилий, прежде всего работу сотрудников, обрабатывающих эти самые платежи. Совет Федерации назначил сегодня выборы президента России на 17 марта следующего года. Об этом сообщают информационные агентства. Ранее назывались разные даты, когда пройдет заседание Верхней Палаты по определению даты выборов. Традиционно глава государства избирается весной, в отличие от остальных избирательных компаний, определяющие дни которых приходится в единый день голосования или несколько единых дней в сентябре. Президента России избирают один раз в шесть лет. Действующему главе государства в ходе голосования о поправках в Конституции разрешили вновь выдвинуться на новый срок. Но пока Владимир Путина и поддерживающие его политические партии и объединения этого не делали. О готовности участвовать в выборах ранее говорил глава Яблока Григорий Явлинский. Парламентские партии сейчас определяются с датами своих годовых съездов, где будут выдвинуты кандидаты. В Машкортостане выборы последний раз проходили в сентябре. Определялись имена депутатов государственного собрания. На тот момент избирательным правом обладали порядка трех миллионов жителей региона. Явка достигла порядка 60%. В Машкортостане построят комплекс по производству тротуарной плитки, бордюров и элементов благоустройства. Инвестиции оцениваются в 2 миллиарда. Проект рассмотрен инвестиционным комитетом Башкортостана. Производство планируют реализовать в две очереди. На территории особой экономической зоны Алга до 2028 года. Инициатор строительства завода группа компаний «Партнер» учредила в Башкортостане новое юрлицо «Паривит Уфа». Ему подобрали участок площадью в 6 гектаров. 30% от стоимости проекта вложит сам инвестор. Остальной необходимый объем планируется получить по соглашению со Сбербанком, а также от лизинговой компании «Башкортостан» и фонда развития промышленности. Он будет строиться в две очереди. В первую очередь мы намерены сдать объект и запустить работу в 2026 году. В вторую очередь, наверное, плюс год или два. Объем выпуска продукции – это примерно полтора миллиона квадратных метров современной плитки в год. Мы видим большой спрос на эту продукцию сегодня. Плитка именно высококачественная, на 10 лет мы даем гарантию на ее работу. Ну и производители ориентируются на местное сырье, серый, белый цемент, песок и щебень. Инвестиционный комитет принял решение оказать ему поддержку по части привлечения заемных средств. Также компания получит землю в аренду без торгов, ну и компенсацию части затрат на создание транспортной и инженерной инфраструктуры. В «Башкортостане» для защиты детей от буллинга депутаты расширят полномочия детского омбудсмена. Соответствующий проект закона включили в повестку пленарного заседания Курултая Республики, которая состоится 14 декабря. Документ усиливает роль уполномоченного по правам ребенка. В частности, устанавливается, что омбудсмен по инициативе родителей сможет участвовать в переговорах конфликтующих сторон, либо обращаться в госсобрание с предложением о проведении парламентских расследований в случае нарушения прав и интересов детей. Да, конечно же, и проводим консилиум, и встречаемся с образовательным сообществом. Всю эту работу проводим. Но, конечно же, это будет просто закреплено законно. И тем самым это позволит, которые ситуации, те конфликтные, которые будут детьми, между взрослыми, быстрее рассматривать, быстрее привлекать необходимых специалистов, чтобы, конечно же, разрешать в пользу правильности. Ну и напомню, накануне Госдума одобрила закон о запрете телефонов в школах. Проект приняли сразу во втором и третьем чтениях. По мнению депутатов, нововведение усилит дисциплину, повысит качество образования, ну и снизит вероятность буллинга. Согласно закону, телефонный можно будет использовать только в ситуации, когда существует опасность для жизни и здоровья учащихся и работников школ. Так дети с сахарным диабетом или болезнями сердца будут оставаться на связи. Андрей Назаров потребовал приступить к сдаче с 15 декабря помещений кампуса и завоза оборудования. Премьер-министр в очередной раз проинспектировал ход строительства масштабного объекта. Сейчас в семиэтажной части здания IQ-парка идут отделочные работы, помещения под будущей научной лаборатории практически готовы к началу монтажа исследовательского оборудования. Андрей Назаров акцентировал внимание на расположении точек общепита и других предприятий-арендаторов, а также возможности удобного подхода к ним. По второй очереди кампуса генеральный подрядчик компании «Эталон» продолжает подготовительные работы. Ожидается положительное заключение глав госэкспертизы на геномный центр и главное здание, которое планирует получить к марту будущего года. Ну и напомним, строительство кампуса ведется по поручению президента Владимира Путина и в рамках реализации национального проекта «Наука и университеты». Уфе установили еще 51 умные светофоры и 134 детектора интенсивности транспортного потока в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Теперь в столице насчитывается 101 интеллектуальный перекресток, сообщили в региональном Минтрансе. Ну вот в частности, светофоры модернизировали на улицах Закива-Лидеем, Карла Маркса, Цурюпы, Галлия, Вологодской, Перовской и других. Их пропускная способность увеличится на 20%. Оборудование позволяет применять режимы адаптивного управления и регулировать длительность зеленых и красных сигналов. Проект модернизации реализуется в три этапа. До 2024 года в рамках первого этапа удалось установить 50 умных светофоров на таких оживленных артериях города, как проспект Октября, улицы Менделеева, Жукова, Российской и Комсомольской. В результате реализации проекта в Уфе будет модернизировано 140 объектов из 415. На эти цели заложили более 1 миллиарда рублей. Ну и стоимость проживания на гранолыжных курортах России, в том числе в Башкортостане, этой зимой выросла в среднем на 10%. Об этом в интервью нашему телеканалу сообщила руководитель Центра внутреннего туризма Башгита Екатерина Кириллова. В прошлом году стоимость суток проживания составляла от 1,5 до 4,5 тысяч рублей в зависимости от категории номера. В этом году оно увеличилось на 300-500 рублей. Аналогичная динамика роста цен отмечается на услуги горнолыжных комплексов. При этом многие гостиницы и базы отдыха дают скидку при бронировании номера на трое более суток. Порой она доходит до 50%. Особой популярностью у туристов в этом сезоне традиционно пользуются горнолыжки в Белорецком районе, а также небольшие базы, где цены росли более умеренными темпами. Наряду с большими горнолыжными комплексами, как Абзакова, как Банне, есть еще и небольшие, и даже частные. Например, в западную сторону, в сторону Октябрьского, это Уязытау, это Кандрикуль, это Павловский парк вверх, это Куштау на юг, вниз, рядом со Стерлитамаком. И вот эти небольшие горнолыжные комплексы, они достаточно доступны по цене, потому что у них стоимость скипаса, например, на 4 часа, это 1100-1400 рублей, тогда как, например, на Абзакова, Банна, это 2400 и выше. Эксперты рынка туристических услуг отмечают и рост спроса. Наибольшее число заявок приходится на декабрь. Согласно соцопросам, 85% респондентов хотели бы посетить горнолыжный курорт, при этом кататься умеют лишь чуть больше 20%. Остальные хотят научиться или просто хорошо провести отпуск на природе. По данным Strategy Partners, Пальмоперенство по популярности среди россиян с большим отрывом удерживают горнолыжные курорты Сочи, что объясняется как высоким уровнем развития горнолыжной и сопутствующей инфраструктуры. Второе место занимают курорты Кавказа, крупные курорты Сибири, Урала, Северо-Запада, пока наиболее популярны только у жителей ближайших регионов. К этому часу эта вся информация. Оставайтесь с Рыбыкой. Хорошего вечера.